В имя Отца и Сына, Святого Духа, Аминь, Возлюбленные братья и сестры, христиан, поздравляю вас всех с праздником, праздником первым Богослужебным году. Мы знаем с вами, что Богослужебный год у нас начался 14 сентября, и это первый двунадесятый праздник был у нас в понедельник, Рождество Преста Богородицы, а первый господний праздник именно сегодня у нас, это Возвижение Честного Четверящего Креста. А, это праздник со слезами на глазах, знаете, да, мы пойдем не Победу, песню такую, да, праздник со слезами на глазах. Об этом свидетельствует то, что сегодня Церковь установила у нас трапезу с растительным маслом, то есть у нас сегодня пост, строгий пост, воскресенье. Понимаете, воскресенье это только в Великом Посту у нас посты, а так обычно никогда, то есть всегда у нас никакого поста воскресенья нет, но сегодня, поскольку у нас воздвижение попало на воскресенье, то у нас сегодня строгий пост. Почему так? Почему это воскресенье напоминает нам воскресенье строгого поста, воскресенье Великого Поста? Потому что сегодня мы на Евангелии вспоминали крестные страдания Господа нашего, и больше даже не крестных страданий, сколько наше предательство, человеков, предательство Христа. Да, мы читали о том, что и люди кричали, распни, распни его. Мы слышали и ту позицию Контия Пилата, умывшего руки, что происходит часто, и у нас тоже, когда, ну, то, что распни, распни его, это у нас уже есть целый контингент, контингент врагов в нашей стране, врагов церкви, которые пытаются распять ее. И есть и такие, которые, как Понтия Пилата, помывают руки, которые, ну, меня это не касается, я не буду, это ваши разборки, я туда лез не буду. И вот таким вот образом, вот, тоже предается Христос. И вот сегодня мы с вами помянули, вспоминали на чтении Евангелия предательство наше. И посему сегодня нам радоваться особо не приходится. Вспоминая это, вспоминая то, как мы и сегодня предаем, не те люди предавали, а мы с вами, то желательно, не то, что желательно, а церковь установила в этот день нам провести его в посту, чтобы мы вспомнили еще, чем мы предаем, и чтобы мы в этом покаялись. Сегодня праздник возрежения Честного Креста, ну, во-первых, это связано с тем, что царица Елена, да, она разыскивала какие-то следы, она была настолько верующая, Константинопольская царица, императора Константина, она была настолько верующая, что ей хотелось найти какие-то свидетельства тех евангских событий, которые происходили. Елена на Святой Земле проводила вот эти вот поиски, розыски, и вот по рассказу одного из иудеев, старых, очень старых, они нашли место, где предполагаемо Голгофа была. Потому что, ну, если вы не знаете археологию, да, не изучали, то не знаете о том, что вот, кажется, вот сегодня у нас вот, вот так вот мы находимся на этом уровне, а уже через пару сотен лет здесь уже будет намного выше, потому что вот эта вот пыль, пыль, она все нарастает, или же может вообще поменяться из-за таяния ледников, здесь вода будет стоять. То есть, ну, меняется постоянно вот эта вот структура, и если раньше это была гора Голгофа, то уже к тому времени, когда разыскалась, она уже не выделялась среди общего ландшафта. Ну, вот старый иудей, помнил иудей, указал, что вот здесь приблизительно была Голгофа. И там были поиски, копали, и кто был на сетой земле, знают, да, что та пещера, то есть то место, где нашли крест, оно глубоко под землей сейчас. То есть это, ну, Голгофа сама, она чуть выше, а вот само место, то есть, ну, тогда, когда их распяли, то кресты бросили в яму, вот, и вот они там находились. И вот приблизительно в том месте, где указал иудей, были найдены три креста, вот, но три креста. Как же определить, который из них был Иисус? В то время проносили мимо покойника и взяли, все три креста приложили к этому покойнику. И когда приложили третий крест, он, этот покойник, воскрес. И тогда вот епископ взял крест и начал высоко возносить его, воздвигать над толпой народа, чтобы все увидели, что вот этот крест, на котором был распят Христос. А именно в сегодняшний день этот же крест возвратился был на Святую Землю из персидского плена. И посему в этот день вот именно совпали, как, ну, вспоминали это возвращение и одновременно в этот день же мы празднуем возвышение Креста Господня. Сейчас мы смотрим на распятие. Большинство из нас смотрят на него без какого-либо чувства. Ну, распятие и распятие. А многие, так сказать, лица богемы, да не только богемы, преступной этой самой сфере тоже такое есть. То есть, что кресты носят не на грудные кресты, не на груди, а вот на распашку, да еще такие, да побольше, да еще вот, ну, Стаса Михайлова все помним, да, какой у него крест. Вот, похоже, такого вот, таких крестов выносят и без содрогания, без того понятия, без понятия, что в этот день происходило, на этом распятии, что происходило на этом кресте. Один художник рисовал распятие и очень был огорчен, когда у него получалась эта картина, потому что он говорил, что люди подходят к этому распятию и уходят от него с умилением, а я хотел бы, чтобы они уходили с отчаянием и раскаянием, и вот с понятием, что там происходит, что произошло, потому что именно на кресте, на этом орудие пытки, на позорном орудие пытки, мы это тоже не понимаем, да, а в те времена это было очень позорно, чтобы было тебя распяли на кресте, очень было позорно, но этот позорный орудие пытки и смерти, омытое Господом нашим, кровью Его, Господа нашего Иисуса Христа, оно принесло спасение нам. То есть одновременно, смотря на распятие, мы должны понимать и видеть, что это орудие пыток, на котором умер Бог и распяли его на этом древе мы с вами и распинаем сегодня своими грехами. Но одновременно это же, это распятие должно нам давать надежду на то, что мы спасемся, потому что все за нас уже сделал Христос, а мы кровью этот крест, божественной кровью. Теперь только нам нужно пойти за ним, догон, он омыл и пошел, вознесся, и нам нужно за ним пойти, нам нужно взять свой крест и нести, и нести безропотно, потому что часто, в большинстве наших случаев, мы так жалуемся над какой тяжелый у нас крест. Однажды мне человек один, как сказать, среднего достатка, обыкновенный человек, который живет в селе, имеет какой-то Жигуля, там и так далее, дом свой имеет, огород, и он мне когда-то в разговоре начал мне говорить, что там вон, там вот депутаты Верховной Рады, там вон и такие, всякие, да-да-да-да-да, все, говорю, а что вам эти депутаты? Ну как же, я как посмотрю, у них там, они там, воруют у них, там сколько богатств, они все, и все, а я вот, мы здесь вот погибаем, здесь вот работаем, и так далее. я ему сказал, вы знаете, все познается в сравнении, вы посмотрите на бомжа, который спит на теплотрассе, он смотрит на вас, как вы на депутата, вы-то лучше же его живете, вот если сравнить его жизнь и вашу, он говорит, да, так почему вы смотрите туда? Вы смотрите туда. Вот и мы, когда смотрим, мы говорим, вот тот, вот мой крест очень тяжелый, такой тяжелый, вот кажется, у других он легкий, а вот я еле-еле его тягну. Да нет. Каждого крест по его силам. Нужно взять его, сцепить зубы и следовать за Христом. Повторяю, он уже нам указал путь, он уже там. Теперь нам нужно туда, вознестись своей душой туда. Мы телом не можем туда вознестись, но душой можем вознестись, и путь нам указан. Берем крест и следуем. Ну и еще, что хотел бы сказать о кресте, чтобы мы с вами понимали, что он не даром, он кроме того, что имеет вот такую форму, он еще не даром ее имеет, вот эти две, так сказать, перекладины. Потому что поперечная перекладина, это любовь Бога и человека. А вертикальная поперечная перекладина, это любовь человека к ближним своим. Потому вот давайте мы с вами всегда, кроме того, что я сказал, понимать, понимать, что крест является, распятие является орудием пытки, на которой мы, люди, возвели Бога. Помните о том, что это есть средство нашего спасения, дает нам надежду на спасение. И помним о том, что, когда смотрим на крест, вспоминаем о заповеди, которая звучала у нас на предыдущей службе. заповеди о том, какие главные заповеди сказал Господь. Любите Бога и любите ближнего своего. Вот крест нам должен об этом напоминать. Любите Бога и любите ближнего своего. Любите Бога